Доброе утро! Вы смотрите новости на 12-м канале, в студии Лена Бабкова и главное в этом выпуске. Требует смягчить наказание. Вера Бегун обжаловала приговор, где продолжат рассматривать дело в 10 тысяч страниц. Летнее послевкусие. В Омск вернется жара. Когда можно будет даже позагорать? Чтобы вырвать победу, сражались как львы. Все сражаются, все бьются, каждый вкладывает всего себя в игру. Авангард уступил автомобилисту, но показал отличную игру. Начнем выпуск о сообщении ДТП. Смертельная авария произошла в Омске. На улице 4-й Чередовая лоб в лоб столкнулись две иномарки. Погибла женщина-водитель одного из автомобилей. У Амички остались двое детей. Мужчина, находившийся за рулем второго авто, доставлен в больницу с тяжелыми травмами. По предварительным данным, 46-летний водитель не справился с управлением и протаранил ехавший на встречу Субару. Сейчас по факту аварии ведется проверка. Вера Бегун, осужденная на 22 года за убийство и изнасилование, обжаловала приговор. Теперь рассматривать дело скандально известной многодетной матери будет Верховный суд. Это высший судебный орган в России. Интересно, что Бегун сама апелляцию не подавала. Это сделал ее адвокат. По словам защитника, осужденная просто не успела. Срок обжалования приговора истек 13 сентября. Напомню, Веру Бегун и ее подельника Станислава Бердникова, которые в буквальном смысле держали в страхе весь город, приговорили к 22 годам колонии. Такой внушительный срок фигуранты получили за особо тяжкие преступления, убийства, изнасилования и организацию борделя. Также Бегун и Бердникова признали виновными в многочисленных разбоях и кражах. Это дело стало одним из самых резонансных в регионе. В материалах больше 32 томов. Это почти 10 тысяч страниц. В Омск придет летний зной. Заметно потеплеет в городе уже сегодня. Метеорологи обещают плюс 25. А уже в четверг, согласно прогнозам, столбики термометра поднимутся до плюс 27. При этом, возможно, небольшой дождь. Ночами в регионе будет по осеннему свежо. Плюс 9, плюс 14. Продержится такая комфортная погода недолго. Понизится температура в городе к выходным. А вся следующая неделя будет дождливой. Воздух прогреется всего до плюс 6. Вместе с похолоданием в квартиры омечей придет тепло. Напомню, накануне в мэрии сообщили, что готовы начать отопительный сезон в городе раньше обычного в любой момент. Уже сейчас отопление подают в социальные учреждения, школы, детские сады и больницы подключили 62 объекта. Всего их более шести сотен. Многодетным мэмичам компенсируют 450 тысяч рублей по ипотеке. Правила выплат утвердило российское правительство. Поучаствовать в программе смогут семьи, где с начала 2019 и вплоть до 2022 года родились или появятся третьи и последующие дети. Что касается документов, то понадобятся заявления, свидетельства о рождении ребенка, паспорта родителей, документы, подтверждающие банковский займ. Получить на полное или частичное погашение ипотеки можно будет 450 тысяч рублей. Добавлю, что сейчас также рассматривается возможность пониженной ставки для семей с детьми на весь срок жилищного кредита. Послушать классику и воспользоваться интернетом мэчи смогут на теплые остановки. Еще один павильон устанавливают на Красном пути на остановке улицы Рабиновича. Сейчас комплекс обустраивают. Здесь установят кондиционеры, камеры видеонаблюдения, тревожную кнопку, а также видео-аудиосистему и Wi-Fi. Добавлю, что первый теплый пункт ранее появился на Левобережье на остановке 11 микрорайон. Всего в Омске обустроят 23 таких остановки. К предстоящим холодам в спецавтохозяйстве обустроят еще 30 вольеров для собак. Просторные секции для содержания животных оснастят укрытиями от дождя и снега. Размещать взрослых собак и щенков в них планируют отдельно. Всего же на территории учреждения, которое занимается проблемой бездомных животных в Омске, будет 60 таких боксов для питомцев. Сейчас здесь также возводят послеоперационный блок для больных псов. Дворняк будут лечить и стерилизовать. Омичи напишут лабораторную по химии. Масштабную проверку знаний в регионе проведут в октябре. Ее посвятили Международному году периодической таблице химических элементов. В проекте примут участие 30 стран мира. Причем похимичить смогут даже дошкольники. Ребят ждут несложные задания. Известно, что состоять экзамен будет из двух блоков. Теоретическая часть лабораторной пройдет по типу диктанта, а на практике предстоит провести опыты. Сейчас организаторы выбирают площадки. Лабораторную по химии проведут в школах и библиотеках. Добавлю, что в похожем проекте Омичи поучаствовали в феврале. Тогда к акции «Открытая лабораторная» присоединились около 2000 человек. Уйти в отпуск или уволиться Омичи смогут по электронной почте. Новые правила заработают с 1 октября. Работнику больше не придется писать заявление на отпуск или увольнение. Достаточно будет отправить письмо-уведомление работодателю на адрес электронной почты. И начальник обязан его рассмотреть. Изменения коснутся и выплаты отпускных. Их необходимо перечислить как минимум за три рабочих дня до начала отпуска. Новшество есть и для соискателей. Теперь в резюме стоит указывать свое отношение к волонтерской деятельности. И при трудоустройстве добровольцу отдадут предпочтение. В Омске снимут фильм о Великой Отечественной войне и гастарбайтерах. В основе короткометражки фантазия на тему духовных ценностей и памяти о героях. По сценарию спустя 70 лет на месте ожесточенных боев строят коттедж. Там находят останки солдат. И гастарбайтеры оказываются более человечными, чем строители. Съемки фильма уже начались. Проводит и Хомская студия социального кино. Она прославилась своим роликом про упавшего из окна парашютиста. Эта работа антиреклама наркотиков набрала полмиллиона просмотров в интернете. Интересно, что на этот раз в съемках участвуют непрофессиональные актеры. И 17-летние участники поисковых отрядов, и 85-летние бабушки и дедушки. Для каждого это дебют в кино. Эстонцы украли Омск. Происшествие случилось в городе Тарту. Там готовили выставку, посвященную переселению местных жителей в Сибирь в 1949 году. Конечным пунктом поезда тогда стал наш город. По замыслу художницы, табличка Омск должна была символизировать события той мартовской депортации. Однако вывеску кто-то украл. Сейчас полицейские просят откликнуться свидетелей. Преступление произошло еще в июне, но воришек так и не нашли. Отмечу, что пропажу оценили в 1000 евро. Омский драмтеатр откроет новый 146 сезон сразу двумя премьерами. 28 и 29 сентября Омичи увидят спектакли «Причал. Воздух детства» и «Дядя Ваня». Первый ставит режиссер из Санкт-Петербурга Борис Павлович. Его омские театралы знают по спектаклю «Жизнь». В основу новой постановки легли два неснятых произведения советского киносценариста и режиссера Геннадия Шпаликова. Спектакль «Дядя Ваня» по одноименной пьесе Антона Чехова ставит Георгий Цферава. Это собственный взгляд режиссера на классическое произведение. Добавлю, что в новом сезоне омская драма вновь поборется и за главную театральную награду. На золотую маску претендуют две постановки. В парке 30-летия ВЛКСМ появится новая живая фотозона. Здесь будет свистеть степной миндаль. 20 кустарников высадят на аллеях этой осенью. В отличие от обычного миндаля, они не вырастают выше полутора метров и внешне очень похожи на сакуру, один из главных символов Японии. Несмотря на то, что цветет она всего несколько дней, полюбоваться деревьями в розовых облаках приезжают миллионы туристов. Следующей весной в Омске тоже можно будет увидеть похожие пейзажи. Всего же на территории парка высадят почти 300 новых деревьев и 60 кустарников. Среди них ивы и лиственницы, сосны, дубы и маньчжурский орех. «Авангард» продолжают сотрясать травмы. На матч против автомобилиста команду выводил на лед Андрей Стась. Напомню, капитан Ястребов Алексей Емелин выбыл после первой игры с ЦСКА, а получивший вместо него капитанскую нашивку Сергей Широков травмировался в игре против торпеда. Несмотря на существенные кадровые потери, «Авангард» бился на равных с лидером КХЛ и большую часть матча смотрелся гораздо лучше уральцев. После пропущенной в большинстве голевой контратаки, когда Кирилл Семенов неудачно отбил шайбу точно на клюшку сопернику, «Авангард» продолжал усиливать давление на ворота соперника и пробил вратаря хозяев. Впервые в сезоне отличился Семен Кошелев, переведенный в первое звено из четвертого 1-1. Во втором периоде хозяева снова вышли вперед. «Авангарду» удалось отыграться в третьей 20-минутке. После наброса от Семенова свою первую шайбу за мячей забросил Вячеслав Войнов. Победа уральцам в овертайме принес бросок Питера Холланда. В этом эпизоде «Авангард» играл в меньшинстве втроем против четверки соперника. Итоговый счет 3-2 победили уральцы. На пресс-конференции по итогам матча Боб Хартли отметил уверенную игру своего вратаря и подчеркнул, что каждый из членов команды выкладывается на льду на 100%. И Судницын на нашей стороне выглядел очень хорошо, и Коварш на стороне автомобилиста. Это была такая игра, которая могла пойти в любом направлении. Любой мог победить, все сражались. У нас сейчас такая ситуация, когда не очень много игроков, но никому претензии мы предъявить не можем. Все сражаются, все бьются, каждый вкладывает всего себя в игру. По сути, игра могла сложиться в любую сторону. Наблюдавший за матчем со стороны, Сергей Широков заявил, что команда заслуживала большего. И выразил уверенность в том, что «Авангард» справится с тяжелой ситуацией. Счет, наверное, не по игре, и мы заслуживали больше, наверное, чем одно очко. Так что ребята молодцы, красавцы, просто бились друг за другу, за команду. Все понимают, как у нас сейчас ситуация, и все выражались по максимуму. Мы играли четко, холнокровно где-то в каких-то моментах. Может быть, чуть везения не хватило в завершающей стадии. Были моменты, но, увы, там где-то выручил Коварш. Все знают, какой он вратарь, но и вот это удаление в овертайме, наверное, было чуть-чуть лишним. И здесь жалко, жалко, конечно, что не два очка, а одно. Но мы идем дальше, впереди еще игра «Ауфак» онлайн. Так что надо биться, надо стараться, и все будет хорошо. Следующий матч наша команда проведет завтра в Уфе. Ожидается, что уже в матче против Салавата Юлаева сможет сыграть еще один новичок авангарда Роб Клингхаммер. Канадский форвард предыдущие два сезона провел в Акбарсе. А весной 2018 именно его бросок в пятом матче финала против ЦСКА принес казанцам звание чемпиона в КХЛ. Ну а в Омске в эти дни лучшие рукопашники со всей страны борются за медали турнира памяти Николая Чепика. Это этап Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою проходит уже в 26-й раз. В Омск приезжают солдаты-спортсмены из всех вооруженных сил страны. Традиционно соревнования начинаются с минуты молчания и возложения цветов к мемориалу. Спортсмены и гости вспоминают Николая Чепика, в память о котором и проводится турнир. Он погиб в Афганистане и за проявленное мужество одним из первых среди десантников был удостоен высшей награды – звания Героя Советского Союза. По словам начальника Омского учебного центра ВДВ, сохранять память о герое – это одна из главных целей турнира. Увековечить память нашего служивца, который оканчивал 242-го учебного центра. Ну и в дальнейшем, соответственно, это патриотическое воспитание молодежи. Сегодня мы пригласили юноармейские отряды. Ну и, соответственно, и в те еще 90-е годы, когда ситуация была не совсем стабильная, для популяризации службы в армии. Прибыли в Омск лучшие из лучших. Все военнослужащие прошли перед турниром сложный отбор. Поэтому борьба за награды турнира идет серьезная. Первый день спортсмены сошлись в отборочных поединках. Победители выходят в финальную часть соревнований. Один из финалистов – Егор Ерохин, кандидат в мастера спорта из 242-го учебного центра ВДВ. Уже четвертый раз участвует в турнире. До этого он занимал только вторые места. Теперь же нацелен только на победу. Складывается вообще замечательно. Че сказать, выиграл первую-вторую схватку. Идти дальше надо. Как бы все мужики, все солдаты, здоровые дядьки должны нормально. Как бы тяжело, тяжелый турнир считается. Ну и чувствую, что тяжело. Уже сегодня состоятся финальные бои в личных и командных первенствах. Победители турнира получат звание мастеров спорта, а также представят свои регионы в финале Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. Максим Гречанин, Никита Гайдаш, Вадим Насардинов, 12 канал. Далее прогноз погоды. На все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Спонсор прогноза ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Сегодня, 18 сентября, в регионе переменная облачность, возможны дожди. Температура воздуха в районах днем до плюс 15. В Омске без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 24. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В сентябре купи теплицу на дачные просторы и сажай раньше соседа огурцы и помидоры. Выставка продажа теплицы в Омске. Крепкие выстоят в любую зиму. Гарантируют. Доставка бесплатна. Монтаж быстро. При покупке теплицы барник в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Телефон 50 50 23. Акции действуют до 30 сентября. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин